Доброе утро, дорогие братья и сестры, и сочувствующие, которые, возможно, тоже присоединяются к нам. 1 Иоанна, 2 глава и 15 стих мы сегодня читаем и разбираем. Не любите мира, не того, что в мире... Оу, пардонте, не 15, а 16 стих сегодня читаем. Но для связки я прочитаю 15 тоже, для понимания, откуда мы, где мы. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, не есть от отца, но от мира сего. Трудно об этом рассуждать, не потому что опять непонятно, все понятно. Трудно рассуждать, потому что для многих людей все очень сильно смешалось. Желание от Бога, похоть плоти. И поскольку наше сердце лукавое и крайне испорчено, то верующие часто тоже не отдают себе отчет, чем они ведомы или кем они ведомы, когда они начинают чего-нибудь дожелать, к чему-нибудь стремиться. Аргумент «а что нельзя, что ли?» Ну, согласитесь, звучит часто, но это не хорошая тема. То есть, не очень-то основательный мотив, сами понимаете. То есть, вряд ли в этом есть любовь отчая, вряд ли это от отца. Вот такая оправдалка. Сложно говорить об этом, потому что, ну, на самом деле, вокруг нас все пронизано этим. И если, ну, для того, чтобы разделить что-то, конечно, нужно просто вдуматься. Это можно, и, естественно, это нужно делать. Но вот так вот с первого взгляда, ну, действительно кажется, ну, что плохого, да? Ладно, давайте рассуждать. И все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, горлость житейская. То есть, всего, всем этим наполнен наш мир. И вот об этой любви к миру и говорит Иоанн, потому что вот все это влечет нас туда. Вот это вот похоть плоти, похоть очей, горлость житейская. Для того, чтобы не приводить чьи-то примеры, или свой пример, я имею в виду каких-то людей, или самого себя в пример, я думаю, что лучше обратиться, естественно, к библейским историям и классике жанра, к классике грехопадения. Это история Адама и Евы, естественно, в третьей главе Бытия. Давайте посмотрим. Там прям вот все как по нотам произошло. Бытие, третья глава. И шестой стих, вот тут змей начал искушать Еву и говорит, да, и, в общем, после всего этого диалога, шестой стих, «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла я плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Смотрите, «Увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Пожалуйста, похоть плоти. И опять вот, опять вот этот вопрос дурацкий, который часто звучит, «А что, нельзя, что ли?» Ну, ну, нельзя. Нельзя, потому что, потому что в этом случае было нельзя. Потому что, когда мы говорим о еде, то Бог сказал, вот, пожалуйста, кушайте все, что хотите. Вот все, все перед вами. Весь мир, ну вот, то есть, любое дерево, там, дающее плод, там, и так далее, и так далее, не было, представляете, даже не было вот этих всех диких ягод, там, или волчьих ягод, вот этих плодов, никаких-то непонятных, вредных, ядовитых, вообще ничего не было такого. Было все прекрасно, все здорово. Но, она из всего этого многообразия выбрала одно, и вот очень его захотела, похоть плоти. То есть, она увидела, что оно приятно для пищи. Она увидела, что приятно для глаз, похоть очей. Оно, ну, действительно, оно было эстетически, вызывало эстетическое наслаждение. Поэтому, оно было приятно, она его тоже захотела. И написано, и вожделенно, потому что дает знания. То есть, вот она, гордость житейская. Зачем ей нужно было знания? Кто ее что-то? Не уважал ее, кто-то, что-то лишал, или чего? Но хотелось большего. Хотелось, вот в прекрасном мире, в идеальнейшем состоянии, захотелось чего-то большего. Вопрос, зачем? Куда тебе идти? Что ты хочешь? Над мужем вознестись, или там что? Ну, я думаю, что нет, конечно, тогда еще не были желания испорчены совсем. Вернее, вообще не были испорчены. Но, непонятно, захотелось большего. Как тот же самый, классика грехопадения, опять-таки, как сатана пал, то есть, о нем написано, что и так у него все было классно, и херувим-то осеняющий, и весь там прекрасный-прекрасный. Ну, вот, захотелось сесть, быть вместо Бога, то есть, быть таким же крутым, как Бог, захотелось большего. Вот, поэтому, возвращаясь к нам, у нас все происходит по этой же самой схеме. Естественно, естественно, понятное дело, что Бог нас сотворил такими. То есть, да, есть еще такой аргумент, ну, это же Бог нас сотворил с желаниями, с желаниями не только насытить плоть, но и ублажить наш глаз и прочее. Вот, с нашими амбициями, стремлениями какими-то. Да, я абсолютно согласен, это Бог нас сотворил с желанием кушать, с желанием безопасности, с желанием одеться не просто тепло, но еще и красиво, ну, и так далее, и так далее, и так далее. С желанием, опять, со стремлениями какими-то, с желанием большего, с желанием развиваться. Это все правильно и нормально. Вопрос, кто кем владеет? Первый вопрос. И, во-вторых, отоцали эти желания. Потому что, как мы видим, в случае с Евой, ну, пожалуйста, ешь ты другой, ешь ты любой другой плод. Почему этот? Да, то есть, один из десятков тысяч, я полагаю. То есть, сейчас всевозможных фруктов, полно всевозможных фруктов, овощей, орехов, там, каких-то семян, каких-то вот, всяких невиданных, невиданной травы какой-то. То есть, сейчас этого полно. Представляете, что было там, когда еще не было исчезнувших видов, там, и прочее. выбор огромнейший, просто колоссальный. Ну, вот захотелось именно это, яблоко, или что там было, груша, какая-нибудь там манга, да, манголин. То есть, мы, и то же самое у нас. То есть, когда мы чего-нибудь желаем, и про это Бог говорит, не надо. Возникает ли у нас вопрос чой-то, да, чой-то нельзя, что ли? Может быть, лучше подумать, а, ну, да, Господь сотворил меня с этим желанием, но, может быть, есть какой-то другой путь удовлетворения этих желаний. Чтобы понять еще лучше, что такое вот вот это все, достаточно обратиться ко всяким рекламам. Если вот кто их смотрит, или попадаются они, вот, они часто взывают к чему-нибудь одному из этого, или ко всем трем, сразу к двум, то есть, вот я имею в виду вот этим двум утверждением. Похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, да, то есть, когда рекламируют автомобили, но это всегда гордость житейская, то есть, ты вообще такой крутой, ты такой прямой, вообще уникальный перец, вот, к такому уникальному перцу нужна же, конечно же, такая вот тачка, нужен такой автомобиль, вот, купи и будешь наслаждаться эксплуатированием, эксплуатацией, я шучу, то есть, когда рекламируют какие-нибудь там, ну, чего угодно взывают вот к этим вещам, то есть, эстетично, красиво, мужчин часто, для мужчин часто используют противоположный пол, ну, для женщин тоже, в принципе, ну, и так далее, и так далее, то есть, мы видим, что все это, все это у нас, всего этого у нас предостаточно, я имею ввиду, вокруг нас и в нас самих, вот, беда в том, что это находит такой отклик очень живой, очень сильный отклик у нас внутри, вот, и Бог знает это, Бог знает это, и Он просит нас, призывает нас быть осторожными с этим, с этим, да, мы сотворены таким образом, мы сотворены с этими желаниями, но надо помнить, что наши желания извращены грехом, испорчены, и ну, то, что, например, в обычной ситуации, я имею ввиду, просто поесть было бы нормальным, то в какой-то определенной ситуации это было бы грехом, и то же самое, там, то, что, на что смотреть можно было бы в одной ситуации нормально, в другой ситуации, ну, не стоит, мягко говоря, вот, гордость, житейская, ну, то же самое, поэтому Бог призывает нас все время бодрствовать, призывает бодрствовать, 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 в чем заключается бодрствование, ну, повторюсь, это не когда мы бьем себе по щекам, мы пытаемся, там делать вид, что мы вот, как бы, просыпаемся, нет, вот здесь как раз таки и дана такая идея, вот, что, да, вот эти, все, что в мире, то есть, Иоанн говорит, да, вот это все в мире есть, но возьмите, возьмите какой-нибудь, ну, возьмите за правило делать вот это вот тестирование, маленький тест, вопрос, вот то, что я сейчас хочу, или то, как я это хочу, или то, когда я это хочу, это есть от отца или от мира сего, то есть, понимаете, вопрос, вопрос в том, как Павел писал, кто, кто, кем побежден, тот тому и раб, вопрос-то в этом на самом деле, Богу не жалко, если мы, если у нас будет что-нибудь красивое, или что-нибудь вкусное, или там прекрасное какое-нибудь, или мы что-нибудь достигнем, и так далее, Богу-то ведь не жалко, ведь его мир, он его и создал прекрасным, для того, чтобы мы получали эстетическое наслаждение, в том числе, вот, и Бог также нас создал с желанием развиваться, и всячески там творить, и так далее, и так далее, вопрос, вопрос вот в данный момент, вот то, что я сейчас хочу, или то, о чем думаю, и так далее, планирую и прочее, вот этот вот путь, который я избираю, избираю, он от отца, кем я ведом в данный момент, понимаете, это очень на самом деле просто, если мы будем честны перед Богом, с самими собой, то есть, вот в молитве, вот знаете, в таком молитвенном размышлении, если мы честно откроем свое сердце пред Богом, и попробуем потестировать его, хотя бы вот этим простым тестом, вот то, что я сейчас хочу, это от отца, или я каким-то другим духом ведом, или моя плоть тащит меня, как автомобиль тащит прицеп, и я не могу остановиться, понимаете, то есть вопрос, кем я ведом, если мы обнаружим, что мы кем-то другим ведомы, не отцом, то, как написано в псалмах, самое время остановиться и познать, что я есть Господь, это в псалмах написано, понимаете, что Господь в нашей жизни есть Иисус Христос, это Он начальник нашей жизни, Он источник жизни, наш Бог творец, вот, понимаете, потому что если мы, если мы ведомы каким-то другим духом, то мы в шаге от опасности, это опасная ситуация, вот, поэтому, дорогие братья и сестры, предостережение понятно, потому что похоть, как грех, как любит повторять, не помню, где-то это было взято, какой-то проповедник сказал, грех возьмет больше, чем ты хочешь ему отдать, или готов ему отдать, и поведет тебя дальше, нежели чем ты готов пойти, и это правда, на самом деле, предостережение серьезное, с грехом нельзя заигрывать, грех нужно останавливать, и вот, тестировать себя, и принимать решение правильное, в сторону Господа, поэтому, дорогие братья и сестры, слава Богу за писание, которое у нас есть, за предостережение, которое Господь нам дает, без них, мы были бы поглощены, вот, мы были бы, барахтались бы в пучине, тонули бы даже, в пучине греха, и ничего хорошего, вот, вот, а так, слава Господу, что у нас есть писание, есть эти предостережения, наша задача служится, Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, быть ведомыми тобой, твоим духом, во имя Иисуса Христа, Аминь, да благословит вас Господь.